С каждым годом их становится все меньше. Обычно так говорят при ветеранах Великой Отечественной. Но есть еще одна категория людей, чья судьба не менее трагична. Они тоже отдавали последнее ради Великой Победы. Зачастую им было даже тяжелее, ведь тогда они были детьми. Когда началась война, мне было 5 лет. Нас было четверо в семье, три брата и я. Отец ушел на фронт с первых дней войны. И 10 февраля 1942 года погиб. Когда мы подрастали, уже где-то 2-й, 3-й, 4-й классы, мы с холщовым мешком или сумкой ходили, собирали колоски. Убирали хлопок. Одно время культивировали в Ростовской области, где я проживала, хлопок. Чуть постарше работали на таком. Убирали зерно от веялок, на которых работали женщины в основном. Это тяжелый труд, вручную. Таких, как Анастасия Дусь, в стране 12 миллионов. После развала Союза их жизнь, как и остальных пенсионеров, превратилась в нищенское существование. Чтобы помочь друг другу выжить, дети войны начали объединяться в организации. Когда по всей России действовали больше 18 объединений детей войны, КПРФ решила организовать общественное движение. Теперь с 2012 года партия отстаивает права детей войны. Главное требование – приравнять их к участникам Великой Отечественной. Вот в этом зале и в Большом зале мы три раза представляли закон о детях войны, для того, чтобы восстановить историческую несправедливость и обратить внимание на бедственное положение детей войны, которые остались безо всякого внимания и поддержки нашего государства. К сожалению, ни в этом, ни в том зале нас не услышали. Единая Россия заблокировала закон, и сейчас мы собираемся в четвертый раз вносить этот закон, и все равно добьемся, будет этот закон, и будет он работать на территории всей Российской Федерации. Два триллиона рублей банкирам нашли, а детям войны 140 миллиардов возникла проблема. Никакой проблемы, чтобы решить эту задачу, нет никакой. Давайте завтра введем госмонополию на спиртоводочную промышленность, как это было и в царской, и в советское время, и мы дополнительно получим несколько триллионов в общую казну, и поможем детям войны, и старикам, и матерям-одиночкам, и поможем нашим экономистам, промышленности, селу. Это будет честно и справедливо. Детям войны уже посвящены более 30 книг. Но это, журналисты Веры Серебровской, пожалуй, самое проникновенное. Люди, чье детство выпало на послевоенные годы, сами рассказывают о своих бедах и радостях. Книга так и называется. «Дети войны. История от первого лица». Ее герои встретили войну и в Орле, и в Туле, и в Москве, и Ленинграде, и в Урале, и в Сибири, на Украине, и в Белоруссии. И рассказывают они о нелегких испытаниях военного и послевоенного времени. Наша партия и фракция в Государственной Думе – единственная политическая сила, которая упорно добивается поддержки от государства детей войны. Книга Веры Серебровской продаваться не будет. Ее бесплатно отдадут в библиотеки, патриотические и общественные организации. Сама автор считает это только первым шагом. Впереди сложная, но интересная режиссерская работа. Хотим сейчас сделать фильм для федерального канала. Скорее всего, это будет телеканал «Звезда». Мы хотим уже собрать истории, может быть, таких знаковых фигур. Тут у нас была такая концепция, мы брали простых людей. У каждого, в принципе, судьба их сложилась, каждый из них стал личностью. Но мы не ставили целью брать знаменитых личностей. Вот мы хотим в фильме показать жизненные истории, военные истории, послевоенные, именно таких знаковых личностей. Какая информационная поддержка и в литературе, и в кино должна помочь убедить правящую партию принять такой важный закон о помощи детям войны. Времени на принятие решения не так много. Ведь с каждым годом их становится все меньше. Иван Жушман, Алексей Шеляков и Николай Прокопенко. КПРФ ТВ.